Привет, друзья! Вы на канале Техновейб, и сегодня вы увидите первого в мире самодельного дрона-убийцу. Покажем вам, как известный блогер под Джокера стрелял Сайбертрак Илона Маска. Увидите робо-пса от компании Lenovo, у которого целых 6 лап. Новые смартфоны от компании Samsung, Galaxy A55 и Galaxy A35. Ну и, конечно же, первую операцию на человеке с помощью Apple Vision Pro. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. А начнем мы сегодня с дрона-убийцы. Ученый Луис Венус за несколько часов создал дрона-убийцу из искусственного интеллекта, способного охотиться на конкретных людей. Он внедрил в коптер две нейромодели. Одна распознает лицо жертвы, а другая приказывает дрону следить за конкретным человеком. Сотрудничая с Робертом Лукоско, еще одним инженером, он настроил дрон на использование модели обнаружения объектов для поиска людей и полета к ним на полной скорости. Инженеры также внедрили распознавание лиц в дрон, который работает на расстоянии до 10 метров. Он также предупредил, что теракт с использованием такой технологии может быть организован в ближайшем будущем. Что самое интересное, данный дрон разработан и сделан всего за два часа. Но ученые при этом еще не придумали противодействия данному дрону, что очень настораживает. Известный техномучитель Зак Нельсон, покоривший публику своими экспериментами над различными устройствами, решил поднять планку еще выше и испытать Тесла Сайбертрак, подготовив для электрического пикапа Илона Маска настоящее испытание, включая огнемет и разнообразное огнестрельное оружие. Сперва он применил огнемет от компании The Boring Company, принадлежащий Илону, который не нанес ущерб корпусу автомобиля из нержавеющей стали. Однако цель Зака была не в этом. После первой части эксперимента он вооружился 9-мм пистолетом ГЛОГ-19 и обнаружил, что пули оставили глубокие следы в металле, но не пробили его. Однако последовательные выстрелы в одно и то же место могут привести к образованию трещин. Патроны 22-го калибра также не смогли пробить обшивку, но патроны 17-го калибра были достаточно быстрыми и все же пробили металл, но застряли внутри двери. Затем Зак взял полуавтоматическую винтовку AR-15, которая сумела пробить дверь насквозь. Но последним испытанием стала снайперская винтовка с патронами 50-го калибра, которая, как и ожидалось, пронзила дверь электрокара и даже пробила некоторые находящиеся внутри провода. Впрочем, это не повлияло на работу машины. Но что еще впечатляет, так это то, что спонсор этого эксперимента сделал значительное пожертвование фирму по производству инвалидных колясок, организованную самим Заком, который основал ее ради своей жены, лишенной способности ходить. И это действительно круто. Компания Lenovo впервые вышла на рынок робототехники с дебютным робопсом под названием Daystar Bot.js. Основной особенностью этой машины являются шесть лап, которые обеспечивают ей большую устойчивость, скорость и маневренность. Новаторская шестиногая конструкция гарантирует непревзойденную устойчивость и маневренность, что превосходит традиционные роботизированные платформы и позволяет легко преодолевать различные участки местности. Daystar.js предназначен для использования в более сложных условиях, чем обычные робособаки. Например, новинка от Lenovo сможет работать охранником в госучреждениях, помогать специалистам в поисково-спасательных работах или же заменять собак-поводарей. Характеристики производителям пока не раскрываются, но уже известно, что корпус робопса устойчив к воде и песку. И есть несколько крепежей для подключения различных модулей. Lenovo Daystar.js появится на рынке в середине 2024 года. Ближе к началу продаж компания озвучит цены на этот продукт. Продолжим с новинок смартфонов и погрузимся в мир инноваций Samsung Electronics, которая представила два новых смартфона Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G. Давайте начнем с самого интересного, их камер. Galaxy A55 поражает своей ночной графикой, позволяя вам создавать удивительные снимки даже в условиях минимального освещения. А функция Vision Booster на экране не только делает изображения ярче, но и адаптирует их к окружающей среде. Чтобы вы могли насладиться просмотром в любом месте и в любое время. Galaxy A55 оснащен экраном в 6,6 дюйма. С разрешением Full HD Plus и Super AMOLED дисплеем. С основной камерой в 50 Мп и 32 Мп фронтальной камерой. И конечно же 5 Мп макрокамера. Также улучшенная батарея на 5000 мкАч. Galaxy A35 же имеет практически те же характеристики, но только фронтальная камера почти втрое меньше и составляет 13 Мп. С Samsung не забыли и о безопасности. С Samsung Knox Vault ваши личные данные будут защищены на самом высоком уровне. А функция автоблокера обеспечит дополнительную безопасность, блокируя установку приложений из несанкционированных источников и проверяя их на вредоносное программное обеспечение. А теперь переходим к самому интересному. Впервые в Великобритании хирурги использовали новые очки виртуальной реальности от Apple, чтобы помочь провести операцию. Команда частной больницы из Кромвеля в Лондоне использовала гарнитуру Vision Pro для восстановления позвоночника пациента мужского пола. Медсестра, работающая вместе с хирургом, носила устройство, чтобы помочь подготовиться, отслеживать процедуру и выбрать правильные инструменты. Устройство позволяло им видеть реальный мир, но с наложенными виртуальными экранами перед ними, показывающими жизненно важную информацию. Суви Верха, ведущая медсестра в Лондонской независимой больнице, сказала, что технология устраняет человеческие ошибки. Это устраняет догадки и дает нам уверенность в операции. Базовое программное обеспечение искусственного интеллекта также хранит заметки о каждом этапе операции. И в будущем будет измерять, насколько хорошо она прошла по сравнению с аналогичными процедурами, выполняемыми другими хирургами. Хирург Сеетов ТАП, который проводил операцию, сказал, что программное обеспечение имеет возможность превратить медсестру, с которой он никогда не работал, в человека с 10-летним опытом. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся в следующем выпуске.